уважаемые тельцы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале около таро меня зовут ольга сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на январь месяц что ждет нас в замечательном праздничном первом месяце года какие сюрпризы готовит нам этот месяц сегодняшний таро прогноз будет на 12 домов гороскопа на 12 разных сфер вашей жизни поэтому советую досмотреть до конца я больше чем уверена что многие из вас для себя найдут важные советы и подсказки не забывайте о том что расклад общий для всех одинаково проиграться он не может сколько людей столько судеб возможно у вас резонирует не все дома также помните о том что стоит просмотреть и свой асцендент таким образом у вас будет больше информации для анализа и для сравнения для вашего общего настроения я колоду еще немножечко перед особую хотя предварительно она подготавливалась колода готова и мы с вами начинаем первая карта покажет ваше настроение на момент просмотра что с вами происходит также мы посмотрим что на вашей душе что в вашем сердечке что в возможных тайнах также мы увидим основные энергии движущие энергии января месяца вопросы касающиеся недвижимости имущества первая неделя полторы начало месяца каким у вас будет взаимодействие с роднёй с близкими друзьями что ждет вас основные события вашей жизни также мы рассмотрим что в вашем собственном доме под крышей которого вы живете ваши хобби увлечения то куда тянется ваша душа новые встречи знакомства для тех кто в свободном поиске и также взаимоотношения с вашими детками повседневные заботы что ждет вас буквально каждый день партнерские отношения для тех кто в паре и партнерство во внешнем мире с любыми другими людьми что будет у нас здесь седьмой дом также мы рассмотрим что в доме риска негатива в угрозе в зависимости от того какая карта сюда выпадет также дальние дороги поездки и образования 10 карта покажет достижения этого месяца будете ли вы довольны результатами этого месяца ближайшая дружба финансы деньги вторую половину месяца какими у вас будут доходы и ваши самые большие страхи переживания и сомнения в чем они заключаются возьмем также для вас карту основного совета уважаемые тельцы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его трактовки первая карта которая говорит о вашем настроении на момент просмотра это паш чаш это карта легкости эта карта праздника эта карта воодушевления мечтаний надежд для кого-то влюбленности это хлопоты но хлопоты приятные многие думают о ваших детках о подарках вам хочется кому-то что-то сделать приятно также эта карта говорит о благоприятных известиях это хороший друг человек который рядом с вами который каждый день в чем-то вас будет поддерживать возможно для кого-то это ваш любимый или любимая для кого-то ближайший родственник а для кого-то просто подруга или друг но кто-то о вас думает каждый день также это приятные телефонные звонки когда поздравляют вас когда вы поздравляете кого-то давайте посмотрим что на вашей душе а на вашей душе выпала карта троечки мечей к сожалению эта карта говорит о том что есть какие-то болевые моменты у кого-то касающиеся вашей личной жизни страдания из-за того что у вас внутри внешне я вижу праздник внешне я вижу легкость это то что вы не хотите показывать другим конечно это то о чем вы можете думать это обиды возможные на кого-то это то что еще есть в вашей душе что в вашем сердечке что у возможных ваших тайнах и для вас выпала карта рыцаря жезлов для кого-то из женщин эта карта может показывать тайного мужчину о котором вы можете думать либо этот человек думает о вас это также ваши собственные дороги и для женщин и для мужчин но женщины понимают что в чем-то чтобы вы могли развиваться и двигаться вперед вам может или мог бы помочь мужчина вам хочется увидеться с этим человеком вам хочется с ним переговорить о чем-то для вас важно если меня смотрят мужчины тельцы эта карта может показывать вашего хорошего друга человека с которым вы взаимодействуете в делах может быть вы ждете каких-то хороших предложений которые что-то помогли бы изменить вашей жизни в лучшую сторону но и по этой карте конечно же надежда на реализацию своих планов и проектов вот такие три интересные карты в центре расклада давайте рассмотрим самую первую карту которая покажет основные энергии этого периода и для вас первой карты из 12 домов выпала карта королевы чаш карта прекрасно в особенности для женщин но и для мужчин так же для женщин она говорит о прекрасном великолепном настроении о празднике в душе о открытости в отношении внешнего мира вы прекрасно выглядите вы каждый день на высоте вами каждый день может кто-то восхищаться вы сами себе будете нравиться в этом периоде добрая отзывчивая душевная именно такой вас могут видеть другие люди кто-то из наших милых женщин по этой карте может быть влюблен а если говорить о мужчинах на вашу жизнь большое влияние в этом месяце будет иметь женщина возможно дама из вашей семьи для кого-то это супруга для кого-то мама сестра для кого-то хорошая подруга или любовница такое тоже вполне возможно конечно по этой карте вам хочется любви и для тех кто одинок вы открыты навстречу новым отношениям уже первая карта говорит о том что в этом месяце вас могут ждать приятные знакомства приятные разговоры и встречи эта карта праздника эта карта душевности и вашего прекрасного настроения а если говорить о мужчинах тельцах то вам это настроение создает именно женщина давайте рассмотрим что происходит с вашей недвижимостью и в дом недвижимости выпала карта девятки чаш но перевернутая я сознательно пока ее не переставляю прямое положение потому что таким образом она дает совершенно другую информацию эта карта говорит о том что возможно из-за того что праздники имущественные вопросы пока отложены в сторону у кого-то по этой карте праздники могут затянуться по этой карте это может быть и тяжелое похмелье также праздник и отдых после которого вам снова понадобится отдых но в общем то если эту карту поставить в прямое положение то вашей жизни все не так уж плохо дела тормозятся просто-напросто из-за праздников потому что сама по себе девятка чаш эта карта ваших друзей угощений вкусной еды застольев подарков и бурного общения чего в этом месяце у вас будет предостаточно и вы будете думать о том кому быстрее или нужнее пойти в гости или кого вы хотите видеть у себя но по этой карте я вижу что вы не особо хотели бы в своем собственном доме что-то отмечать но хотите вы или не хотите по раскладу я вижу что в вашем доме гостей вам придется принимать потому что ваш собственный дом я немножечко перескакиваю четвертый дом выпала тройка чаш а эта карта снова праздников снова застолья и также радости это могут быть и ваши друзья и подруги и знакомые это могут быть и мальчишники и девичники это просто приятные радостные встречи когда чувства и эмоции льются через край при том у всех тем более в окружении таких прекрасных благоприятных карт давайте посмотрим каким у вас будет начало этого периода также взаимодействие с вашей ближайшей роднёй друзьями и дела на начало этого периода буквально первая неделя полторы месяца мы видим великолепную карту старшего аркана мира одна из лучших в колоде по этой карте для вас все двери открыты все пространства уже в начале этого месяца вы очень много сможете наладить если захотите эта карта вашей огромной коммуникабельности контактности умения заводить нужных и правильных друзей по этой карте вас будет поддерживать и ваша ближайшая родня также я вижу что у вас много друзей это не один не два человека возможно с помощью возможно с помощью соцсетей вы с кем-то также общаетесь эта карта может говорить о желании выйти на новый уровень о том чтобы что-то в своей жизни с начала этого года привести в порядок преобразовать улучшить и по этой карте для вас действительно нет ничего возможного и вы начинаете успешно стартовать эта карта прекрасного взаимодействия с другими людьми выгодных сделок хороших предложений и ваша собственная активность то что в вашем доме будет радость об этом я уже говорила давайте посмотрим что будет происходить с вашими детками у кого есть дети также новые знакомства для тех кто в свободном поиске и ваши хобби и увлечения мы видим карту пажа жезла в маленькую прекрасную принцессу у кого есть дочери у кого есть девочки я вижу что вы будете с ней в этом периоде обращаться как с принцессой вы будете ее баловать девочка очень умненькая энергичная любопытная любит с вами в чем-то поспорить если это маленький ребенок уже проявляет свой характер если ребенок подросток то это также уже имеющийся свои амбиции если у вас дети взрослые эта карта также говорит о том что ваши дети будут стремиться к вам пообщаться с вами увидится возможно за семейным праздничным столом вы что-то обсуждаете вы радуетесь также успехом своих деток хотя не все так просто в ихней жизни то что касается ваших детей у кого из детки у многих ваши дети могут быть перед каким-то выбором и вы можете за них волноваться но карта великолепная даже если у вас есть какие-то хобби и увлечения в этом месяце у вас будет время на то чтобы уделить внимание тому что вам по душе в чем-то развиваться что-то изучать постигать для себя что-то новое для одиноких конечно же это новые знакомства но если говорить о женщинах по этой карте это ваша собственная активность если говорить об одиноких мужчинах возможно вы ищете себе девушку намного моложе вас вам нравятся молоденькие азартные и энергичные для всех для вас карта замечательно по этой карте одинокими вы уж точно не будете если смотрят меня одинокие мужчины тельцы по этой карте вами может интересоваться молодая особа но то что касается личной жизни я вижу что вы не спешите вы выбираете а это говорит о том что выбор будет не из одного партнера давайте посмотрим что выпадает в дом ваших повседневных забот то чем вы будете сталкиваться буквально каждый день и в дом повседневных забот выпала карта старшего аркана влюбленных во первых эта карта говорит о мощном покровительстве вашего ангела-хранителя до многих из вас действительно ожидает какой-то важный выбор в вашей жизни вам нужно будет принять какое-то важное решение из-за чего-то вы можете колебаться быть в чем-то неуверенными это противоречие вашей собственной душе вы рассматриваете какие-то разные варианты во первых то что касается встреч гулянок это также то что касается рабочих предложений вам в этом периоде также могут поступать неплохие интересные рабочие предложения но я вижу что вы расслабились особо никуда не торопитесь особо никуда не спешите но сама по себе эта карта говорит о том что в вашей жизни есть относительное равновесие и где-то вы себе этот отдых можете позволить поэтому получайте удовольствие от жизни для кого-то эта карта говорит о выборе в личных отношениях она может указывать на треугольники в парах либо с вашей стороны либо со стороны вашего партнера может быть именно поэтому вы задумываетесь но перед каким бы выбором вы не стояли вам кто-то с принятием окончательного решения будет помогать рядом с вами есть как минимум два человека с которыми вы можете посоветоваться и обсудить то что для вас важно давайте посмотрим что будет происходить в доме вашего партнерства для тех кто в паре и также партнерство во внешнем мире с другими людьми карта колеса фортуны во-первых это дороги это ваше собственное движение это ваша собственная активность и также эта карта говорит о благоприятных судьбоносных прекрасных изменениях весь этот месяц у вас пройдет как на одном дыхании я вижу что если вы первую половину месяца раскачиваетесь то вторую половину месяца многим из вас нужно будет быстро срочно принимать какие-то важные для себя решения если вы в чем-то поспешите вы не проиграете это выгодное сотрудничество это сделки которые приносят прекрасную прибыль для тех кто семейный это карт эта карта говорит о том что вас могут ждать совместные дороги отношения ваши улучшаются они выходят на новый уровень конечно в вашей паре есть любовь и если говорить о женщинах тельцах то вы хранительница очага вот по первой карте и мы видим что все вашей дом что все в вашем доме будет зависит именно от вас самих как вы захотите так и будет так ваш партнер и сделает для того чтобы вам угодить если говорить о женщинах я вижу что вы готовы помочь буквально всем из своих близких но они вам также будут отвечать взаимностью что падает в дом риска в дом риска выпала карта старшего аркана дьявола карта очень интересная карта неоднозначная и она говорит о том что многих из вас будут ждать какие-то искушения для кого-то это искушение в любви для кого-то искушение деньгами либо еще какими-то удовольствиями в негативе эта карта может говорить о том что кто-то пытается вами манипулировать да к вам могут поступать хорошие интересные предложения касающиеся дорог вашего развития но здесь кто-то может иметь какую-то свою выгоду свой интерес свою корость и вашу голову сознательно могут вкладывать какие-то программы и какие-то мысли по этой карте вам нужно устоять и не поддаваться влиянию других людей если вы сами в этом периоде излишне на кого-то будете оказывать давление это также будет вам в минус кого-то от себя вы оттолкнете кто-то чего-то может испугаться поэтому то что касается сделок дел работы проявите хитрость мудрость остерегайтесь по этой карте также обмана сами по этой карте никому не лгите потому что вас могут поймать на какой-то лжи и эта карта вас об этом предупреждает для тех у кого есть долги или кредиты эта карта говорит о том что ситуация может быть сложная но вы ищете какие-то обходные пути то что касается вашего здоровья я вижу что проблемы здесь могут быть как раз из-за удовольствий из-за сытной вкусной пищи из-за того что вовремя не ложитесь спать но так в общем то все неплохо конечно свое здоровье стоит поддерживать обратить внимание на парные органы но в общем то у вас будет все неплохо давайте посмотрим что ждет вас в девятом доме этот дом дальних поездок также вашего образования девятка жезлов говорит о старых проблемах может быть связанных с вашим образованием эти проблемы могут давать о себе знать во второй половине января если это учебные процессы это может быть претензии кого-то к вам внутри самих учебных процессов может быть вы пытаетесь абстрагироваться от навязчивых друзей коллег людей с которыми вы чему-то можете обучаться какую-то старую проблемку вам предстоит решать но я вижу что по этой карте сил и энергии у вас хватит справиться совсем хотя немножечко нервничайте для тех кто запланировал дороги дороги для вас возможны но они в каких-то сложностях возможно из-за того что не все вы закрыли ранее то что мешало бы вам поехать и здесь что-то может препятствовать но все-таки дороги осуществить вы сможете будете ли вы довольны результатами этого месяца и в 10 дом для вас выпала карта короля мечей также эта карта говорит о взаимодействии с органами властей эта карта может показывать официальное лицо чиновника человека при погонах либо при определенном статусе который помогает вам решить какие-то важные для вас дела связанные с бумагами с документами либо по этой карте что-то может зависеть именно от мужчины если говорить о женщинах вот вторую половину месяца проблемы казенных домов вы будете решать но решите их все-таки успешно хотя напряжение есть если говорить о мужчинах тельцах эта карта также может говорить о официальном лице с которым вы сотрудничаете но это также и ваши собственные черты характера аналитический ум смелость уверенность себе это то что поможет вам достигнуть хороших результатов и в общем-то завершением этого месяца вы будете довольны но такое впечатление что вы вторую половину месяца расслабиться не можете вообще для кого-то эта карта может показывать человека врача человека учителя человека консультанта с которым вы что-то обсуждаете для женщин итоги этого месяца для вас зависят от мужчины ваша ближайшая дружба также ваши финансы во второй половине месяца мы видим карту двойки жезлов эта карта говорит о том что финансов не хватает что вы начинаете думать о том как заработать как привести дела в порядок рассматриваете возможные варианты партнерства в чем-то можете сомневаться эта карта также может говорить о том что кто-то может попросить вас о помощи и кому-то вы сами еще будете помогать хотя и вам не мешала бы поддержка по этой карте возможно вы думаете о кредитах о инвестициях о том чтобы кто-то вас вложил деньги то что касается личных отношений и дружбы у многих здесь тоже знак вопроса вашему другу или подруге также может понадобиться помощь в чем-то из из-за этого волнения это какие-то старые проблемы которые возможно вы будете решать вместе но в большей степени что-то зависит от вас самих давайте теперь рассмотрим что в доме ваших самых больших страхов и переживаний 12 дом в 12 дом выпала карта тройки жезлов позитиве она говорит о развитии но так как она выпала в негативный дом вы переживаете о том что в чем-то не сможете развиваться либо что какие-то дела будут тормозиться если у вас есть кем-то сделки на расстоянии зарубежные партнеры инвесторы переживания из-за того что что-то может затягиваться что приходится чего-то ждать может быть вы боитесь того что кто-то вас в чем-то не поддержит но ваши страхи сомнения совершенно напрасны по линейке карте я вижу что все у вас здесь наладится не стоит волноваться раньше времени многих из колеи немножечко выбивают праздники поэтому повлияют они абсолютно на всех и несмотря на то что сейчас для многих из нас период изоляции я вижу что вы очень неплохо сможете провести в особенности первую половину этого периода давайте посмотрим на карту основного совета для вас на этот месяц и для вас выпала карта королевы жезлов если говорить о женщинах тельцах эта карта говорит о том что вы должны действительно всегда следить за своей внешностью быть в центре всех дел или событий не пускать ничто на самотек эта карта говорит о том что вы должны умело пользоваться своим окружением связями ближайшей дружбой также эта карта может говорить о какой-то важной женщине в вашей жизни это может быть подруга мать это может быть кто угодно возможно вам нужно встретиться с этой женщины пообщаться в чем-то спросить у нее совета либо в чем-то с этой дамой посотрудничать если говорить о мужчинах то на вашу жизнь в этом периоде будет иметь влияние как минимум две женские особы от их решений от их настроения многое будет зависит и в вашей жизни но карта замечательна и она говорит о том что вы чем-то будете очень довольны даже какие-то сплетни о которых вы можете узнавать в этом периоде вас умиляют и где-то даже радуют а почему а потому что вы любые сплетни можете по этой карте контролировать в особенности если говорить о женщинах уважаемые тельцы именно таким для вас будет январь месяц пусть он действительно принесет вам массу положительных эмоций мира вам и добра процветания и любви удачи вам всем в новом году подписывайтесь на мой канал и пишите в обратных сообщениях для кого как этот расклад проигрался и конечно же не скупитесь на лайки я для вас старалась а сегодня всем до свидания